доброе утро друзья на урок еду у меня сегодня в 10 утра урок по поиску работы группа заканчивается и в конце такой урок но поговорить не об этом я хотел о том что вопросы задают наши зрители и как бы им хочется получить ответ и мне хочется ответить тоже вопрос только в том как это сделать так что можно было ответить уже если выйти за пределы формата в котором мы работаем получается что не нет некуда втиснуть этот вопрос сегодня как раз человек вот там пишет в комментариях я читаю все комментарии кстати если если есть сомнения по этому поводу все комментарии читаются значит человек говорит вот если 33 месяца назад задал вопрос то есть еще надежда какая-то да и ему другой значит зритель говорит да ты лучше вот приходи там в в прямую напрямую линию приходить и там вот прямо по ходу дела все вопросы какие есть все отвечают за что правда то есть если есть такой вопрос что приперла приходишь вот в субботу с утра и это довольно долго продолжается там мы начинаем в девять по москве но часа три как минимум это идет бывает что и 4 все вопросы отличаются но опять получается что если вопрос просто прочитать займет 10 минут или даже 8 знаете то конечно не в формате такого вот чата не получается потому что да его и не напишешь такой такой большой его и не прочитаешь такой большой это формат другой но если вопрос можно сформулировать так что он там в чате этого этой трансляции прямой умещается так его можно и так задать я я и видео могу снять там и так далее то есть снимается видео или не снимается зависит от того насколько в моем как бы пониманием этот вопрос может представлять интерес для как бы аудитории я не хочу сказать что на сто процентов могу предсказать этот интерес то иногда бывает вещь который я думаю надо же вот такая ерунда так что лыхнула все вот а бывает наоборот думаешь эх горяченькая там никому не интересно бывает бывает но в основном я могу предсказывать достаточно точно точно и вот просто не не все это не все на экран надо вытаскивать то есть как бы там много критериев но самое главное в данном случае это то что если вопрос продолжительный вот допустим я еду на работу там 16 минут но я могу перед тем как тронуться в путь я могу и еще находясь искать не в движении прочитать вопрос ну хорошо ну минуту ну 2 лишь 10 минут не могу вопрос читать а бывают такие что и за 15 не прочитаешь и вопросы в этом очень подробно и я понимаю что наболевшие я я очень хорошо понимаю как такой вопрос появляется но дальше получается что он не вписывается в формат наши нашего вот этого процесса если я буду ехать 15 минут еще 15 минут буду зачитывать вопрос во первых он в голове не уляжется то есть когда ты 15 минут читаешь то хочется поподробнее изложить но львиная доля этих подробностей не будет в ответе присутствовать потому что не упомнишь же их вот читаешь вопрос ну и и читаешь вопрос то что там на ходу вот так стукнуло и зацепило и вот и вот об этом говоришь поэтому а что я хочу сказать если прямо отвечать на вопрос сегодняшний нашего зрителя который говорит так есть надежда это легко проверить потому что на форуме залив . орг там есть место где я все вопросы стаскиваю вот в одну тему и там сейчас их 28 что-нибудь такое некоторые там чуть ли не с августа там сентября ну то есть я стараюсь тоже вот так туда подальше уйти я уже думаю может быть этих людей ты на канале нет может они уже не смотрят знаете а я так все равно делаю но поскольку висит же был вопрос один 44 как сказать поста занял там ограничение на одном на один пост 10 тысяч знаков и там было четыре поста даже с лишним то есть 40 тысяч знаков это авторский лист с этим авторский лист эта книжечка небольшая небольшая книжечка вот а если еще картиночки поставить эти уже будет такая вполне ничего книжечка и вот он там долго висел этот вопрос и мне как бы неудобно было его убрать потому что он ну как сказать ну чек старался писал там ждет понимаете а я все время идет я понимаю что я не смогу поэтому в какой момент я его просто убрал чтобы он там не висел 644 поста там нет занимал мест много и и человек он все ждал он говорит как же а как же мой вопрос я где бы не я бы извиняюсь я не могу вот поэтому он первый ответ значит состоит том что если вопрос был задан и он есть вот там в вот в этом вот вместе вот то он как бы стоит и ждет своего часа то есть как бы он технически на очередь вы можете сразу туда писать вопросы вам не обязательно чтобы я его туда стаскивал вы можете сразу написать он там наверняка будет в этой самой очереди я практически ничего оттуда не не забираю там но если уже написал значит написал вот и самый простой способ поставить свой вопрос вот в эту очередь это прийти на форум залив . org там есть место где мы вопросы собираем ее туда его и написать вот потому что если там где-то еще я могу ну не знаю не сообразить замотаться там и так далее хотя в основном я их потихонечку вытаскиваю и вконтакте пишут я оттуда беру и на форум на форуме говорим про вес некоторые пишут я тоже оттуда беру и там одноклассники фейсбук но вот все соцсети какие на свете бывают значит всюду люди пишут поэтому я подгребаю там вопросы но но это уже должен быть такой вопрос как бы достаточно цепляющий да я вижу такое интересное врата достаскивают вот так что что хочу сказать задать вопрос это уже половина ответа и даже 90 процентов того что тебе ответит или не ответят или это быстро произойдет у меня сейчас практически не осталось ты какая-то бибикалка едет свой вот у меня не осталось сейчас вопросов из этих двадцати восьми которые были коротенькие потому что как только появляется коротенький он тут же и отвечаются но в течение дня двух там трех почему это происходит потому что нет коротеньких вот эти длинные они стоят и вот эта очередь медленно двигается а когда вопрос коротенький там другая совсем очередь он сразу на выход вот вот я сейчас еду над мир да с вами разговарив если бы я сегодня ехал и у меня был бы коротенький вопрос или даже два вот я ехал пару дней назад у меня было два коротеньких вопроса понимаете такой кайф там две строчки три строчки там четыре строчки зачитали и пошли вот и мне же тоже надо о чем поговорить вот так я у меня как бы ответственность я с утра отвечаю на вопрос я вечером еду там отвечаю на вопрос ну или что-нибудь интересное есть так по жизни рассказываю без вопросов но вопросы-то нужны знаете поэтому если вы задали вопрос и этот вопрос долго не отвечается тем более если вы не нашли его вот на форуме он там его нет тогда переформулируйте вот может быть у вас займет там ну не за 10 минут но прямо суть бахов и туда вот и я тут же я отвечу один был такой знаете практик интересный он вот вопрос говорит он и там буквально там может быть три-четыре строчки вы хотели короткий вопрос вот вам короткий вопрос говорит он а теперь я объясню почему вопрос и дальше идет вот такой текст ну сори но это же так не тоже не получается понимаете если для того чтобы задать вопрос нужно много много текста не знаю даже чего сказать ну вот не формат понимаете я не хочу сказать что один вопрос хуже другого больше того когда вопрос большой когда подробная история я понимаю что это очень лично я понимаю что переживания я я все очень хорошо будет понимаю и исключительно хорошо к этому отношусь просто не получается я пытался иногда ну не то что переформулировать ну как бы да то есть я беру этот вопрос и когда там какие-то подробности которые как бы к делу прямо не относится это может быть я пытаюсь его сократить как-то ужать пытаюсь иногда не удается ужать иногда текст такой органичный что там нельзя ничего жать там все важно если вот с такой с такой детализации подходить к этому делу с таким уровнем детализации ничего выкинуть нельзя у нас на самом деле народ очень очень развитые образованные пишет я не могу сказать что какие-то там совсем примитивные любогие вопросы есть очень приличные вопросы задают понимаете и развитый народ хорошо пишет в общем то в основном очень хорошо пишет и и вот давайте я как-то разрываюсь поэтому что тут сказать в общем если вопрос где-то там завис первое значит попробуйте его коротенько все-таки все-таки как-то ужать вот второе чтобы не пропало и чтобы точно было вот в очереди то сытут в нужной и так далее надо правильнее сразу писать на форум залив . орг сразу потому что в противном случае добавляется еще как бы не не гарантированный элемент того что я его где-то увидел и перебросил и так далее то есть как бы снижается вероятность что вообще попадет туда поэтому самый самый прямой способ такой и есть еще один момент который влияет на скорость обработки вопросов дело в том что много вопросов похожих то есть люди разные ситуации тоже в чем-то разные но но в чем-то очень похожи и если мы начнем разбирать эту ситуацию одну вторую третью десятую окажется что разбор на 90 процентов похожий или или вообще одинаковый пойти то есть вот как казалось бы она все разное но но разбирать нечего вот уже разобрана поэтому получается такая история что если там вопрос из такой группы где но все такие вот вот практически все такие то я уже опять не могу да мне мнением я не могу вытащить на видео я не могу его сделать публичным без того чтобы там отбить желание смотреть видео на нашем канале у большого количества людей так 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 я тоже не могу поэтому в общем такая сложная оказалась механика знаете как интересно это можно какой-то методичку на даже написать там на авторский лист вот а может быть даже и на больше я когда писал методички там педагогические когда работал в методическом таком учреждении в этом по всем вопросам писали методички да давно было сейчас я думаю мне было 26 27 то есть это что такое давно 35 лет назад целую жизнь назад писал методички я сейчас могу но как-то время жалко на методички вот такая история давайте на этом закончу чтобы получилось замкнутое такое целостное видео чтобы больше тем туда не включать можно еще разным поговорить но вот мы как бы ограничимся попаданием в правильную очередь хорошо счастливо